Пусть всегда бьется сердце с чистотой 20 кемцей, пусть всегда будет юбок и еще КВМ! Мы к вам, продюсеры, и вот по какому делу? Ну, во-первых, кто это мы? Мы — это наблюдательный совет наблюдателей нашей думы. Я — Швондер, остальные такие же. Работаем, товарищи! Так, микрофон, инвентарный номер 573. Где шнур? Ему не надо, он так работает. Это не важно. Значит, шнур где-то лежит и не работает. Верно, товарищи? Угу. Трибуна юмористическая. Одна штука. Ну вот, после реставрации лучше стало. Пошли, товарищи. Слава, материал... Это кассеты с новогодним эфиром? Да. Ну вот и славненько. Подождите, куда вы? Слава! Мы пропали! У нас нет новогоднего эфира на ближайшие 10 часов. Это конец. Это не конец, Дима. Это нам с тобой, Эрнстец. Так, вот что, давай-ка назад этих бурзилок из Томска. Быстро, быстро. Старички! Значит так, старички, дело такое. 10 часов эфира хотите? Бесплатно! А, ежедневно. Не хами, старик. Фанерочку дайте. Ну хорошо, мы подумаем. Че делать? Ничего, просто отработайте по эфирной сетке. Первые новости. Давайте быстренько приготовьтесь. Раз, раз, скороговорочка. На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава. Закусочная, закусочная. Либералы баллотировались, баллотировались, да не вы баллотировались, окалели около яблока. Клара у Карла украла доллары, а Карл у Клары квартальный отчет. Шел Лукашенко по шоссе и сосал. Достаточно. Даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Добрый вечер. Экстренное сообщение. На днях из космического корабля выпал космонавт Нуса Монаров. В месте предполагаемого падения был натянут гигантский бетут. И теперь жители окрестных деревень вот уже в течение двух недель могут наблюдать за прыгающим космонавтом. По мнению ученых, он остановится к 2000 году. На последнем заседании Государственной Думы Владимир Вольфович Жириновский в присутствии Явлинского демонстративно съел яблоко и сказал, цитирую, Завтра я вам покажу, кто вы такие. АПЛОДИСМЕНТЫ Российский кризис по-прежнему продолжает вызывать тревогу и озабоченность всего мирового сообщества. На связи наш собственный корреспондент Михаил. Михаил, вам слово. Ха-ха-ха. Чао, бомбини. Сейчас в Италии уже празднуют Новый год. Все итальянцы веселятся. Что? Я говорю, все итальянцы веселятся. Где? Здесь, в Италии. Михаил, почему вы в Италии? Я здесь живу. Как? Хорошо. Здесь весело. Неужели веселее, чем у нас? А это кто? Россия беспокоит. Меня тоже. Шутка. Здесь весело. А у нас кризис. А у нас весело было, пока ты не позвонил. Че тебе надо? Что вы думаете по поводу нашего кризиса? Да пошел ты со своим кризисом. Будет у нас, будем думать. Ладно, все, пока. Здесь весело. Ни для кого не секрет, что в этот напряженный момент работа российского парламента идет почти круглосуточно. На связи наш думский корреспондент Андрей Савков. Андрей. Че хотел? А что происходит в думе? Здесь весело. Все пьют и швыряются деньгами. Какими деньгами? Откуда я знаю? Большими какими-то. Что происходит? Да ничего, коммунисты вернулись. Куда? К власти? Куда? А, нет, из буфета. Макашову на спине кетчупом звезду Давида нарисовали. Укатай-ка. Андрей, Андрей, давай в студию. Не, не могу. Завтра на рыбалку договорились. Какая к черту рыбалка? Да я тоже не верю. Здесь наверняка будем. Так что звони, если что. Слушай, они там придумали что-нибудь по поводу нашего кризиса. Да. Что? Тост. А нам-то че от этого? Откуда ты знаешь? Что? Тост. Какой? Ну ты ж только что сказал. А нам-то че от этого? Это же тост. Правда весело? Андрей, Андрей, ну ты хоть к завтрому-то оклемаешься? А че такое? Ну пьяный ты сильно, вот че. К завтрому не думаю. А к послезавтрому? Не будем загадывать. Михаил, Миха, не сердитесь. Мы не сердимся. Ладно, давай, у нас новости. Какие? В которых ты работаешь. Как кризис? Спасибо, что спросил. А не ерунда, могу еще раз, хочешь? Не надо, не надо. Отдыхай, ты устал сильно. А на сегодня новостей больше нет. Мария, зачем ты отбилилась новую рубашку? Что, Василий получил новую должность? Умер Василий! А сейчас мы хотели бы в веселой и нетрадиционной форме поиздеваться над первыми людьми нашего государства. Итак, в эфире программа «Куклы». Да что там шутить, так шутить, шмуклы! Ну что, Борис Николаевич, не спится в новогоднюю ночь? Да, понимаешь, не спится. Я знаю, нужно устроить новогодний маскарад. Я буду знайкой, президент будет незнайкой, а кнопочкой будет кнопочка для голосования. Господа, а кто же будет пончиком? А пончиком будет Гайдар. А если не согласиться, ну, впрочем, ладно, я буду винтиком и шпунтиком, буду гайки закручивать. Как же так? Вы как-то узко ставите вопрос, как танцор ноги. Вот когда я был президентом? А, сейчас все рвутся в президенты, кроме самого президента, который постоянно рвется в барвиху. А ты говори яснее. Я тебя без переводчика не понимаю. А переводчик у меня хороший. С одиночного на автоматический. Я тебе подчиняться не намерен. Чехов выдавливал из себя раба по капле, братья грим по две капли, а я с труей. Заткни фонтан. Я вот тут не знаю, что Березовскому на Новый год подарить. Чего бы у него не было. А что тут думать? Подари ему проездной на трамвайне. Ошибешься? Молодцы! 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 О! Придумал! Я, понимаешь, подарю ему ГХО! Облигации, что ли? Да не, не облигации. Это просто песня какая-то. ГХО! 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 Понимаешь, ГХО! Господин президент, какая же это песня? Это просто караоке по-русски какой-то. Это как по-русски? Через мегафон, что ли? Ой, Борис, ну будто вы не знаете, как и через что у нас по-русски все делает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты это, понимаешь, следи за моей мыслью. А вы сами куда, господин президент? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как же так? Новый год скоро. Надо что-то народу сказать. Ну... Ну... Ну, я очень хочу отметить работу своей администрации. Какая к чёрту работа? Чё они сделали-то? Ну, я не знаю, ну, просто очень хочу отметить. Так, ребята, всё нормально. Всё нормально. Сейчас реклама, потом счастливый случай. Приготовьтесь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И сегодня против меня Играет семья седых и лысых. Шутка просто седых. Итак, встречайте. Это глава семьи, отец главы семьи и позор семьи. Его хобби — это позор семьи. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а мы начинаем первый гейм. Будьте, пожалуйста, внимательны. Шевеление указательного пальца под мышкой. Щекотка. Нет, подчёсывание. Человек, который провел 80 лет под водой. Жакев Кусто. Нет. Капитан Немо. Нет. Человек-амфибия. Нет. Чипаев. Верно. Автор толкового словаря русского языка. Да, да, да. Верно. Дальше. Антоним слова «мона». Истерила. Неправильно. Нельзя. Падла. Падла. Подловил. Рифма на слово «поэт». Кларнет. Винегрет. Сигарет. Неправильно. Интернет. А почему кларнет не подходит? По кочину. Так, идём дальше. Нет, я не понял, почему кларнет не подходит? Рот закрой. Так, всемирная компьютерная сеть. Интернет. Верно. А, да, там правильно. Там кларнет был. Я не туда посмотрел, извини. А как же очко? Очко, очко. Нет, очко точно не подходит. Поэт, очко. Что это за рифма такая? Самый сильный шахматист мира? Гарри Каспар. Нет, Майкл Тайсон. Кто изобрёл порох? А китайцы. А конкретнее? Китайские учёные. Верно. Что находится за ушами у Ивана Демидова? Зрительный зал. Нет. Жувачка. Нет. Руки. Как это? Мужчина в полном рассвете сил, живущий на крыше. Обомщик. Верно. Полярная леса? Писец. Неполный ответ? Полный писец. Верно. Звание, о котором мечтает каждая девушка? Мать. Ещё расскажь, такой выйдешь отсюда. Персонаж произведения Пушкина Руслан и Людмила? Наина. Так взял и вышел. Простите, Наина Сна. Он больше не будет. Страна на букву Я. Япония. Якутия. Ямайка. Заканчивается на Я. Испания. Италия. Индия. Начинается на Г. Голландия. Подсказываю, страна вымышленная. Гулливерия. Мною только что. Голлопопия. Верно. Верно говорят, не надо гадать. Надо знать. Ещё бы Голлопопия сказали, тогда бы точно выиграли. Я ж Голлопопию загадал. Падла, падла. Падловил? У меня всё. Что это за мелодия? Иоганн, Себастьян, Бах. Таката, Си, бемоль, ми минор, опус пятьсот шестьдесят пять. Спасибо, буду знать. А то всё время напеваю и не знаю, что. Ну что ж, ребятки, всем спасибо. Всё, мы закончили, да? Я думал, телевидение труднее делать. Я даже испугаться не успел. Ничего, ещё не вечер испугаешься. А чё такое? А вечером Эммануэль будет, иди готовься. Ну а если серьёзно, то действительно ещё не вечер. И ещё в наших силах сделать так, чтобы единственным наблюдателем на телевидении был зритель. А ещё в наших силах сделать так, чтобы в наступающем году шахтёры больше не садились на рельсы. Чтобы рубль больше не падал. И чтобы у всех была любимая работа, за которую каждый бы получал зарплату. Фигу из кармана вытащи, а то не разожмёшь. Ну тогда, по старинке, с Новым Годом! Там нет ещё, нет вечер. Темнота в глазах девчонок, мы своим споём ещё. В порог есть в парах, а в ницах этак мегаполк 130 есть. В мире пересчёте на тратил. Заткни уши, раскрой рот. Эх, рот нём так уж рванёт. Невооружённым глазом поведаем небо сразу. И в алмазах, и сочинку веру сил. А у нас без дураков Силушки да. Весьма обильная земля сибирская. Не иссякла мне стань богатырская. Слышишь, немчура, МВФ мура. Глянь, сколь вынюжит это плечо. Да под мигитками, да на загривочке. И вот так он всего за бутылочку. Простоит с утра и до вечера. Но не вечер, не вечер ещё.